Кто там, блин, ночью-то? Ох, какие люди! Заходим, заходим! Наконец-таки, наконец-то! Здорово! Давай проходим! Ребят, я всех приветствую! Свою булкин, добро пожаловать! Наконец-таки это случилось! Хаус тур! Наконец-таки я вам покажу свое приобретение, так скажем, мое логово, где я живу уже с начала лета и, соответственно, буду жить здесь, наверное, долго. Мой дом, друзья. Наконец-таки пришло время все рассказать, поэтому я... Брабус! Нет, подожди, стоп! Ты давай тогда, если ты хочешь поздороваться, ты просто мне говори всегда, да, и мы с тобой вместе, как бы, да, все это дело обсудим. Друзья, я надеюсь на ваши лайки, потому что такой сегодня получится атмосферный видос. Вот видите, обстановочка соответствующая. Покажу вам полностью все, что у меня находится в доме. Как видите, я решил это сделать в нормальном формате, не просто там, да, Брабус? Итак, друзья, прихожая, которой, в принципе, нет. То есть, вот, как бы, заходишь, и тут, как бы, значит, выключатели. Значит, что у нас тут есть? Вот такой вот свет уже поярче, да? Значит, вот это вот маленький, тут у нас это в коридоре. О, сейчас будет, смотрите, магия. Неоновый булкин. Так, ладно, что-то это освещение на улице, в принципе, все. Значит, тут у нас такой шкафчик, тут у нас, короче, вот так вот мы аккуратненько делаем, чтобы было красиво, и вот так вот. Окей, проходим дальше. Значит, смотрите, прямо у нас начинается кухня-гостиная, друзья. В принципе, по метражу, я не помню, сколько, но... О, здорово! Че такое? Че орешь-то, а? Хамон, ты че разорался-то? Мы тебя не будем трогать, мы не будем беспоко... Дети пусть отдыхают, пусть со стороны посмотрят. Короче, ребят, я думаю, да будет свет, поэтому, значит, у нас тут вот всякие выключатели, это у нас получается вот такой свет, если мы выключим, есть вот такой поярче на кухне, как бы, да? Вот тут у нас получается основной, вот этот вот сверху, и вот этот вот красивый, мне нравится, яркий, вот так он загорается, и давайте вот с таким, да, светом, я думаю, продолжим. Значит, не обращайте внимания, мы только что снимали всякие автовлоги, там вот это то, что будет выходить в скором времени, там тачки новые, ну, короче, все нормально, я повесил куртку, как бы пришел, кинул ее сюда, и мы решили записать хаус-тур. Значит, смотрите, вот что меня радует, реально радует, по сравнению с квартирой, потому что я, в принципе, ну, я жил в больших квартирах, конечно, относительно, типа по 130 метров квадратных, и это все равно не то. Вот реально дом, который, в принципе, у меня не очень большой, ну, как бы реально просто бывают там особняки, бывают там, не знаю, по 300 метров квадратных дома, он, конечно, ну, кажется не очень большим, но мне кажется, что вот так вот для жизни там вдвоем или втроем, типа, это норм, ну, я имею в виду, втроем не с двумя девушками, хотя всякое бывает, но, типа, девушка там, жена, ребенок, ну, все дела, вполне нормально. Здесь у нас диван, который искался очень долго, потому что хотелось сюда подобрать что-то такое, знаете, чтобы, ну, смотрелось нормально, как бы по встановочке, поэтому этот диван был, ну, не знаю, самое долгое, наверное, что мы искали, это диван, потому что хотелось, чтобы он вписался как-то гармонично, и вот как бы вот, ну, по-моему, ничего так, по-моему, ничего так. Значит, здесь уголок, моя девочка постаралась уют создать, поэтому, на самом деле, вот так вот, то, что вы видели изначально, то есть, вот сейчас я даже включу, получается, вот так вот, в принципе, в доме всегда, то есть, вот в такой вот обстановочке, то есть, светильнички маленькие горят, вот так вот пришел, да, расслабился, взял пивко, лег на диван, вот так вот, да, как бы, и, то есть, вот этот свет горит всегда здесь, то есть, это прямо вот традиция такая. Ладно, давайте включим, вот это темновато, как бы, я понимаю, атмосфера, все дела, но надо больше света, как я уже сказал, вот это вот, и вот это, о. Браво, нормально, да, все дела, делишки, как у тебя там, на работе, хорошо все? О, блядь, я испугался, что-то, скример. Так, значит, телевизор, друзья, прогадал немножечко, потому что решил взять диагональ 75 дюймов, то есть, не знаю, как на камеру передается, но это, типа, много, это обычный ЖК, там, не Олед, не все, но вот тут вот, как бы, косячок, потому что я почему-то думал… Хамон, что ты все время… Давай, ты спи, я тебе не мешаю уже, правильно? Не мешаю? Все. Короче, немножко выпирает, поэтому, друзья, да, тут вот, по… Это, как это, перфекционисту… Перфекционисты не оценят. Есть проблема со шкафами, дело в том, что, как бы, я, честно вам скажу, подошел к ремонту и ко всему этому делу не очень ответственно, и, как бы, немножко подзабил хуй, и поэтому, как бы, некоторые вещи, ну, как бы, такие себе, хотя, вроде, в целом все ништяк, но вот, например, вот, как бы, посмотрите, да, вот этот шкаф, это он закрыт, ну, чтобы вы понимали, вот этот щель, да, как бы, ну, как бы, такое, да, вот. Это, опять же, уют, да, то есть, у нас тут, вот, как бы, человек такой есть, какие-то штучки, блин. Теперь, мой любимый шкаф. Не будем показывать, там, ну, Брабус, он любитель, вот я все время беру пивка, как бы, и он, да, шкафы тоже, шкафы проблематичны, как бы, сейчас, смотрите, как, надо одновременно закрыть аккуратно. Сейчас. Сука, блядь, заебали эти шкафы, реально. Сейчас. Брабус, нос прищемлю. Брабус! Мне очень нравятся шторы. Они, во-первых, короткие, я хз, как так вообще получилось, что здесь, как бы, вот, и они в цвет не очень подходят, но это, как бы, будем менять. Вот гостиная выглядит примерно так. Давайте перейдем к кухонному гарнитуру. Значит, стол, шесть стульев, расположены они вот так, здесь я кушаю, вот, вот тут мне готовят, вот, как бы, ну, здесь кушают коты, это, вот это хамоновская, типа, вот тут вот еда. Кстати, где я, ну, все сожрал, насыпать ему. А вот брабусовская еда. Он, как бы, ест, как вы видите, меньше. Вот. Холодильник полный веселых вещей, интересных и вкусных. Маленький, тоже, как бы, без моего контроля это все покупалось, поэтому есть вещи, которые хочется поменять. В целом, мне очень нравится, как бы, уютно, светло, много чего интересного, но реально есть вещи, которые, прям, меня немножко напрягают, и которые, наверное, со временем будут меняться. Ну, микроволновка, духовка, шкафы, раковина, здесь у нас, как бы, вот тут плита, вытяжка, ну, вроде как все ништяк. Кофемашинка, хотя не люблю кофе пить, но кое-кто другое в моей семье любит, поэтому, собственно, кофе здесь. Самогон мне подарили, который я так и не пил ни разу, очень интересная информация, надо как-нибудь попробовать. Вот, ну, как бы, вот тут вот я, вот, чтобы вы понимали, да, вот, то есть, видите, здесь разделение не просто так, вот за эту черту я обычно не переступаю, как бы, это немножко для другого человека, вот это вот все, вот поэтому я обычно нахожусь где-то здесь. Значит, давайте пройдемся по другим комнатам, которые находятся, соответственно, на этаже. Значит, тут у нас первый туалет. Значит, тут у нас кошачий туалет. Вот так вот выглядит он, смотри, сейчас. Опа! Симпатично, да? Мне прям нравится. Я вообще думал, что я буду только здесь находиться все время, но, на самом деле, я его посещаю довольно редко. То есть, первый санузел, который находится на первом этаже, и коты здесь тоже бывают. Теперь самая ужасная комната, которая находится на этом этаже, друзья. Нормальный человек бы, как бы, предназначение этой комнаты сделал бы другое. Я решил просто туда складывать все говно, поэтому не обращайте внимание, что там просто все говно, ненужные коробки и так далее, все там, ну, плюс там еще вещи сушатся. Вот выглядит это все примерно так. То есть, это прямо вот реально барахолка. То есть, здесь вот просто все. Все лишнее, то, что не нужно, то, что очень редко, как бы, нужно. Ну, там еще, как бы, вы понимаете, да, за углом комнаты, там вот как раз вещи обычно сушатся. Ну, то есть, такое. Там работает все время вытяжка, потому что вещи после стирки, типа, что быстрее сушились. Ну, все, Бравус пошел какать. Давайте не будем его смущать. Значит, здесь у нас, в принципе, уголок такой, знаете, бесполезный. Ну, как бы, тут делать нечего особо. Тут игрушка у котов, как бы, под лестницей, я не знаю. Тут у нас техническое помещение, которое подразумевает второй холодильник, потому что мне некуда пиво складывать. Сушилка, стиралка, вещи стираются. Тут у нас какие-то машинки стиральные просто текла, вот это вот подложили, ну, нормально. Вот, котел там, ну, короче, просто техническое, вот как бы, вот там вот временное решение по электрике, потому что у нас были проблемы с электричеством. У нас вообще стоит генератор на улице, потому что очень часто бывают перебои. Это, короче, ну, прям такое. Есть проблемы, так сказать, в сельской жизни. Так, все, короче, пацаны, идем на второй этаж. Погнали. Значит, лестница весьма крутая. Поднимаемся аккуратно там. Ох, ну-ка. Это вот, кстати, традиция. То есть, если Бравус особенный, о, начинается уже. Да, 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 мяу, мяу, мяу. Тут у нас, короче, окно весьма симпатичное. Ну, тут занавесочка. Итак, друзья, второй этаж. Давайте выберем комнату, в которую мы пойдем изначально. Вот это. Вот это. Вот это. Или вот это. Я думаю, что вот это заманчиво, да, смотрится? Ну, вы понимаете, черная стена, черная дверь. Значит, наверное, и комната черная, и, наверное, она приспособлена для меня, но... Даже хама нахуела от такой ситуации. Короче, друзья, это комната, которая с первого дня, когда мы сюда заехали, в принципе, выглядит вот так. Потому что, по идее, это гостевая, в которой будут спать гости, но что-то пошло не так. Короче, дело в том, что была куплена дешевая кровать, дешевые комоды, и это, в принципе, вот эта вот причина того, что я не хотел вам показывать свой дом. Потому что я думал, что я все соберу. Ну, не я, в смысле, а кто-то соберет. Но, если вы смотрели влог, когда я рассказывал про своих котов, я там, в принципе, обрисовал ситуацию, что там были какие-то интересные такие курьезы, и в итоге я просто не могу найти человека, который приедет, блядь, и соберет это все. Либо у меня нет дома, либо человека нет у меня дома. Ну, короче, вы поняли. Вот, короче, когда-то это станет гостевой. Поэтому, в принципе, здесь не происходит ничего. Здесь просто стояли цветы, вы не обращайте на это внимание, вот буквально недавно они засохли, их убрали, но пока вот тут нет смысла убирать, потому что в какой-то прекрасный момент придет человек, который здесь все насверлит, накрутит, расхерачит, и надо будет делать генеральную уборку этой комнаты, и как бы вот тогда уже да. Поэтому в эту комнату никто никогда не заходит, и как бы она такая ноунеймовская получается. Так, ладно, покидаем это помещение. Вот, друзья, видите, да, вот это вот, вот как бы, вот это брак какой-то, да, типа покрасили хреново, нет, это вот это вот замечательный. Ты прямо в микрофон орешь, в курсе, нет? Хамон, давай переставай это делать. Короче, друзья, как вы понимаете, именно Хамон хочет попасть вот в эту комнату. Я не знаю, что его там, вот, я не знаю, почему он туда хочет. Он, видимо, чувствует себя гостем каким-то, и хочет быть в гостевую комнату. А Бравлос переживает все время за него. И вот так, друзья, проводится как бы время у них. То есть Хамон очень хочет туда, и как бы вот так вот и живем, в принципе. Ай, ладно, короче, вот это все сделал Хамон, то есть он реально прыгает сюда вот так, пытаясь открыть эту дверь, но особо ничего не... Общение, короче, у нас 24 часа в сутки. Ладно, давайте зайдем сюда. Что же может быть тут? Правильно, тут может быть... Мое любимое место, где я провожу больше всего времени, на самом деле, после моей комнаты. Это ванна. Даже Бравлос знает, что это ванна. Короче, друзья, заходим и видим прекрасная ванна, которая, в принципе... Это самое... Ну, здесь что-то не хватает, да? Не хватает шторки вот такой вот, которая защищает от брызг. Вы бы знали просто, в какой позе я здесь вот мою, чтобы ничего не разбрызгивалось. Короче, туалет номер два, плюс ванная здесь находится, и как бы вот тут зеркало, ну... Ну, в общем, ванная. Окей, идем дальше. Давайте перейдем сюда. Заходим. Аккуратно, только тихо. Проходи, 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 проходи. Друзья, здесь тишина, полное спокойствие, потому что здесь я набираюсь силы. Смотрите, как это происходит. Вот тот светильничек, да, который вот там горит, как бы это... Это так, ну, как бы это... Ну, для атмосферы. На самом деле, чтобы получать больше заряда позитива и энергии, я включаю это. Короче, друзья, специально, понимаете, у меня была просто мечта. Вот я жил, когда на всяких квартирах съемных, я все время сталкивался с проблемой, что кровати максимально уебанские. Потому что либо, блядь, ну, учитывая, что я метр восемьдесят восемь ростом, я либо упирался в какую-нибудь хуню, которая здесь вот, либо еще что-то. Поэтому, друзья, king size, как бы, да, у больших людей все большое, как говорится. Поэтому кровать два на два, просто чтобы, вот как бы, просто потеряться здесь на этой кровати. Поэтому, как бы, места просто очень много. Что вот так вот я лягу. То есть, вы понимаете, она квадратная. Ой, как хорошо. Короче, ребят, да, вот так вот выглядит комната. Здесь кровать. Вот, освещение есть еще вот, как бы, вот такое вот. То есть, это, получается, загораются вот эти верхние диодные штучки, и бывает еще вот такое вот. Мне нравится либо вот так вот, либо, короче, вот когда просто маленькие горят, либо когда молния. Ну, короче, мне все нравится. Значит, телевизор. Телевизор. На самом деле, многие, да, давайте свет я все-таки включу, чтобы посветлее было. Так. Телевизор. И, наверное, с виду, и, в принципе, не с виду, он, на самом деле, меньше, чем тот, который снизу. Но стоит он два с половиной раза дороже. Потому что это, типа, OLED от Sony, и, как бы, типа, звук, там, из экрана, вся херня. Ну, на самом деле, он того стоит. Потому что здесь происходит как раз-таки просмотр фильмов. То есть, тот больше рассчитан, ну, там тоже происходит просмотр фильмов. Ну, типа, в основном он происходит с кровати. Стоит Xbox. Ну, короче, прям вот расслабиться. Здесь можно прям, короче, огонь. Вот. А это, кстати, ну, как бы, ни для кого не секрет, что у меня интернет не безлимитный. И сейчас как раз тот случай, когда под конец месяца у меня закончился трафик. Я раздаю с телефона, поэтому... Ну, а тут тут рисует. Вот. Картина будет какая-то. Короче, телик охрененный, реально. Ну, стоит до хрена, но, вот, как бы... Вот. Ну, прям вот... Ну, зато, ну, прям качество, прям... Ну, ладно. Короче, в принципе, как вы видите, комнаты, они, как бы, не то, что большие, не то, что маленькие. Ну, типа, средние. Я не знаю, на самом деле, как оценить. Потому что все зависит от того, с чем сравнивать, как бы. Ну, типа, вот. Тут я, как бы, крашу губки свои. Вот. Ну, это такое. Ладно, выходим. Выключаю свет. Друзья. Ну, и, как вы понимаете, последняя комната, которая находится в опасном месте. Потому что, когда я иду в не очень трезвом состоянии, могу сделать вот, как бы, вот такое движение. Ну, пока такого не было, надеюсь, не будет. Поэтому... О, как тут темно. Друзья. Значит, это мой кабинет, который, в принципе, я вам показывал. Ну, теперь вы знаете, где он находится, как это выглядит. Короче, друзья, здесь у нас вот так вот. Заходим, заходим. Не стесняемся. Ну, что такое? Ну, все родные, все свои. Так, закрываем дверку. Уже, уже что? Значит, друзья, тут, на самом деле, многое поменялось. Сейчас вам расскажу. Во-первых, есть еще один свет. Но, блядь... Короче, вот это, как бы, основной, который, ну, включаю я. То есть, вот эти вот лампочки. Но есть еще второй, который я не буду включать. Потому что, с недавнего времени... Я, короче, рассказываю историю. Я захожу, думаю, включу я вот это. Короче, у меня тут просто контурная подсветка диодная. Думаю, включу. Для атмосферы, как бы, все нормально. Я просто нажимаю на это хуйню. И здесь происходит какая-то вспышка. И вырубается электричество. Я иду, врубаю этот общий счетчик. Нихуя. Короче, пришлось звонить в этот, ну, по поселку, кто там главный. И мне ходили, включали общий рубильник. Думаю, ну, блядь, совпадение какое-то. Может, перегруз произошел или еще что-то. Короче, в итоге, вот, как бы, буквально три дня назад я решил повторить эту историю. Она повторилась. Поэтому я, конечно, могу для контента сейчас нажать. Но мне придется звонить и ждать. И, как бы, ну, у меня сейчас еще хочется за компьютером. Ну, как бы, дела поделать. Поэтому, ну, поверьте мне, на слово, если сюда хуйну, как бы, у меня есть кнопка, которая выключает все. То есть, если у меня плохое настроение, я могу просто, вот, как бы, нажать сюда, все вырубится на хуй в доме. Значит, друзья, вот это вот, на самом деле, спасибо моей ему пингвинчику, который украсил все это. Здесь, на самом деле, есть, что показать. То есть, это, вот, полностью ее заслуга. Значит, тут у нас шкафчики, как бы, вот тут вот, ну, я просто очень плохо пахну. Поэтому, пусть у меня запах шутка. Не знаю, просто стоит, чтобы прикольно пахло в комнате. Значит, тут у меня, это номер, который мне подарил мой одноклассник. Это реально с тачки в Калифорнии какой-то. Тут, я не знаю, это не моя была инициатива поставить портрет мой, как бы, точнее, эту картину. Ну, короче, такое, да? Ну, ладно. Это какие-то машинки с коллекции. Вот, дальше у меня M5 F90. Подарок от моего пингвина. Не помню, какой-то праздник, друзья. Реально точная копия. То есть, вот, если, как бы, убрать пленку и все остальное, вернуть стоковый окрас дисков. Тут даже, смотрите, сейчас вам покажу. Салон тоже бело-черный. То есть, это прям точная копия. Это, конечно, круто. Вот она тут стоит. Это тоже подарок, кстати, от пингвина. Это гелик. Без запаски. Ну, только матовый, но все равно, как бы, вот такой вот, типа, мой гелик. А вот это X6M. Ну, у меня был X6M просто в свое время. Вот, как бы, только не в таком цвете, а в темно-синем. Тоже, как бы, тут стоит. Вот. Тут коллекция из каких-то мотиков. Тут коллекция из Феррари. Тут чей-то мобильник лежит. Айфон, не знаю. Забыл, видимо. Ну, и, собственно, вот, как бы, так кнопочки ютубовские. Вот. Ну, красиво, я считаю. Теперь, вот, как бы, есть что-то. Только вот это мне, блядь, не нравится, если честно. Такое себе. Ну, в общем, друзья, теперь самое интересное. Это вот этот уголок. Сразу скажу. Это не бардак. Это просто вот указание. Просто для всех, кто живет в этом доме, было такое. Просто не трогать вот эту вот часть. Потому что я люблю, когда я знаю, где мои вещи находятся. Ну, так как я немножко, ну, люблю, видимо, беспорядок. У меня тут, как бы, вот, куча проводов. Потому что зарядкой всех камер, аккумуляторов, петличек. Я не знаю. Все, что у нас есть у нашей команды, я заряжаю сам. И вот, как бы, вы сейчас видите, на самом деле сейчас был такой небольшой стык. Потому что мы одну, один аккумулятор разрядили и поставили другую на зарядку. Вот. Ну, как бы, вот так вот. Поэтому я знаю, что у меня здесь лежит всегда моя маленькая камера Sony. Здесь лежит зарядка для этого самого, для стабилизатора. Здесь лежит, на всякий случай, мини-USB. Там лежит ремешок от пульта от Sony. Тут еще что-то. То есть, здесь все, как бы, по своим местам. Я знаю, что оно, как бы, тут. Вот, как бы, тут что-то, как бы, минералочка. Тут, как бы, какой-то допинг. Вот, рюкзак бессменный, в котором всегда все, там, аккумуляторы и так далее. Мои вторые очки. Да, друзья, вот это у меня уличные очки, это у меня домашние очки. Они разные немножко, хотя очень похожи. Что-то тут где-то что-то. Какая-то кружка, еще что-то наушники. Ну, короче, вот этот угол, который, да. И вот такие вот светильнички есть. То есть, вот это вот, я не знаю, зачем, на самом деле. И вот это вот, как бы, которое я включаю, чтобы свет падал мне на лицо, когда вебка меня снимает. Ну, короче, вот такие вот делишки. Значит, вопрос. Реально есть вопрос. Так как я все еще не купил стол новый, благодаря которому появятся, кстати, видосы с рулем. И, наконец-таки, я, блядь, обустрою свою комнату, потому что я до сих пор не знаю, как мне поступить. С одной стороны, мне хочется сделать угловой стол, чтобы купить второй монитор и как-то здесь вот так вот рассесться. С другой стороны, у меня есть идея сделать фоном вот это вот. То есть, поставить как раз таки стол вот сюда. Я буду, как бы, заходить сюда и сидеть здесь, как бы, уже. Короче, друзья, напишите в комментариях, как вот лучше, вот, сделать угловой и сидеть, как бы, вот, как бы, фон будет вот это. Или же сделать наоборот, чтобы фон было вот это, вот, как бы, вот так вот поставить. Короче, я до сих пор думаю и не знаю, как правильно. Вот. А это тоже для атмосферы, кстати, вот сделана вот такая вот штука. В один прекрасный момент я прихожу домой, вижу вот такой вот аксессуар, который решили мне добавить в комнату, ну, типа норм. Типа прикольно смотрится, вот. Вот. Это футболка, потому что я сейчас переоденусь, это уличная, это домашняя. Ну, я решил далеко не убирать, почему, зачем, как бы, вот. Так что, друзья, что я могу сказать? Хаус тур. Наконец-таки. Я понимаю, что там опять материала на полчаса, я опять запиздился и рассказывал нужное и ненужное. Но самое главное, я все равно обрежу и оставлю. Поэтому, друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Я очень надеюсь на то, что вы поддержите этот видос лайками, потому что, как бы, этот видос должен был выйти намного раньше. Но сначала комната меня удерживала, потом, я думаю, все-таки она доделается, и потом я покажу вам полноценно. Многое будет меняться, особенно, я думаю, в следующем году, потому что, реально, меня бесит некоторая мебель. Меня еще что-то бесит, потому что надо было сразу, конечно, к этому вопросу подойти более ответственно. И, наконец-таки, соберется комната. Но, в любом случае, друзья, в своем инстаграме, например, теперь я буду палить уже части своей квартиры, потому что квартиры, вообще-то дома, ну ладно. Я по привычке просто уже говорю. Я запыхался, хочу расслабиться, отдохнуть. Ну, друзья, огромное спасибо, реально, за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы впервые. Оценивайте видосик. Оставляйте комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok